Хотелось бы сделать предложение. На площадке политического совета партии «Единая Россия» вместе с представителями здравоохранения обсуждалась новая программа информирования здравоохранения, которая будет проходить в нашем регионе и в нашем Балаковском муниципальном районе. Может быть, есть смысл встретиться с депутатом собрания, с представителями здравоохранения, чтобы они разъяснили принцип реформы, принцип распределения средств, как эта реформа будет реализовываться, и чтобы мы эту информацию смогли далее доносить до жителей. Я думаю, да, это необходимо провести совместное совещание с представителями здравоохранения, депутатского корпуса и администрации Балаковского муниципального района. Я думаю, когда мы можем ориентировочно провести мероприятие? Мы программу просмотрели, которая сейчас формирована, и вчера в докладе я уже об этом говорил, уважаемые депутаты, о том, что мы понимаем, что объединение всех поликлиник города нам дадут возможность, в первую очередь, стать на второй уровень и сделать ее межрайонной, с тем, чтобы она и по факту, как сейчас происходит, и в дальнейшем обслуживала не только Балаковский муниципальный район, но и ближайший район, такие как Духровницкий, Хвалынский, Пугачевский, но самое главное, смогла иметь возможность оснаститься совершенно по другому, уже второму уровню, а не как сейчас по первому. Ну а то, что касаемо горбольницы, то здесь мы предлагаем, этот вопрос мы тоже обсуждали уже с медиками, предлагаем создать сердечно-сосудительный центр, который также будет оснащен в рамках перехода на третий уровень финансирования. Вот если мы совместными усилиями с вами сможем, так сказать, добиться решения этого вопроса перехода поликлиника, а не поликлиника на второй уровень, а сердечно-сосудистого центра, уже теперь мы его так будем все равно называть, на третий уровень, то это даст возможность совершенно другого оснащения здравоохранения, на территорию Балаковского муниципального района, это, конечно же, и заработная плата, и совершенно другая услуга для наших, в первую очередь, жителей. Поэтому мы готовы в любой момент встретиться. С нашей точки зрения эффективнее будет принять объединение поликлиник с поликлиниками, но не поликлиник с горбольницей, так называемой. То есть разделить все-таки городская больница, это в большей степени мы видим, как сердечно-сосудистый центр с высокими технологиями, а поликлиники это первый уровень звена обслуживания именно населения. Но, опять же, как только будет объединение межрайонных поликлиник с обслуживанием 250 тысяч человек, то наши поликлиники, уже мы считаем, как большая межрайонная, станет на второй уровень финансирования. По сути, по факту сейчас и является. К нам также приезжают жители Духовницкого муниципального района, Волыцкого муниципального района, Пугачевского, Краснопартизанского. Ну, мы считаем, порядка восьми районов приезжают к нам на обслуживание. Я, конечно, ошибусь. Если говорить про больницу, допустим, Пугачевского района, то она по этому критерию выше, почему-то, чем Балаковск, хотя Пугачевск меньше. Я здесь хочу поддержать позицию администрации в том плане, что, конечно, первое, это нам ни в коем случае, мне так кажется, не надо допускать объединение поликлиник с больницами. А второй момент, это, конечно, про что говорит Александр Александрович, это повысить критерии, категорию, точнее, поликлиника и больницы, и, в принципе, позиции понятны. Я думаю, если районы депутаты, мы с вами поддержим эту позицию, то я думаю, что это тоже для какой-то роли сыграет перед Саратом, перед Защитой. Да, мы на эту тему буквально, как только увидели проект программы, это с первых чисел января, мы уже подробно ее проработали. И предложения обсуждали, и свое видение со стороны администрации мы уже направили и к курирующему зампреду правительства, и Министерству здравоохранения. Ну и, конечно, просим вашей тоже поддержки в решении данного уровня. Спасибо. Спасибо.